Хорошо, что телевизионные камеры не передают запахов. Откровенно, за моей спиной сейчас находится гора нечистот. Пахнет она соответствующим образом, дорогие друзья. Отходы складируют практически в самом центре песчаного карьера, расположенного в нескольких сотнях метров от периметра города. Ранее осадок сочистных сооружений вывозили на городской полигон ТБО. В этом году конкурс выиграла частная компания. Планируется вывести сочистных 6 тысяч кубометров так называемого осадка. Обозначенный срок окончания работ 30 марта. Это осадок сочистных сооружений, который проходит биологическую, химическую очистку, обеззараживание. Лежит у них там 5-7 лет. Они потом, когда этот осадок, нужно вывозить просто по закону. Значит, он идет, у них написано, идет на рекультивацию, на газонное. По словам руководителя компании, этот осадок в недалеком будущем станет основой для плодородного слоя, который будет необходим после рекультивации песчаного карьера. Мы по проекту здесь все выровнять обязаны, сделать и засыпать его плодородным слоем, на котором должна расти естественная трава. Как рассказал Геннадий Чапанов, эти отходы относятся к пятому классу опасности и не представляют угрозы для экологии. Отметим, что абсолютно ко всем отходам, вне зависимости от степени опасности, предъявляют строгие требования к транспортировке и хранению. Такого, кстати, осадка где-то 1060 лежит в ночных сооружениях просто на земле. Проверив информацию в открытых источниках, мы не обнаружили в списке отходов пятого класса опасности осадка сочистных. Для получения разъяснений мы отправили официальные запросы в МУП «Горводоканал» и Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу. Ответы, которые мы получим от организации, мы озвучим в ближайших выпусках новостей. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.